Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад вновь видеть вас на нашем телеканале. С вами программа «Дом, в котором живет Бог». И это значит, что мы продолжаем наше увлекательное путешествие в таинственный мир православной церкви. Предыдущие наши встречи были посвящены канону на утренне. В прошлый раз мы говорили о двух новых для нас частях богослужения – Кандаке и Икосе. Их читают накануне после шестой песни. И Кандак и Икос рассказывают о том, какому событию или святому посвящен этот церковный день. Кандак делает это кратко, а Икос – более подробно. Сегодня мы продолжим открывать для себя новые части нашего богослужения и поговорим об очень красивом песнопении, которое называется «Песнь Богородицы». Помните, мы с вами говорили о том, что канон, который читается на утренне, состоит из восьми песней. Когда-то канон состоял из девяти песней, но со временем вторая песня стала читаться в составе канона очень редко и фактически выпала из состава канона. Но нумерация песней в каноне осталась прежней, поэтому последняя песня канона имеет номер девять, а не восемь. Третья, шестая и девятая песни канона особые. После их прочтения священник произносит малую ектинью. А вот восьмая песня канона вовсе отличается от остальных песней. После ее окончания поется очень красивая и трогательная молитва. Называется эта молитва «Песнь Богородицы». Итак, после восьмой песни канона поют «Песнь Богородицы». Песнь Богородицы была взята святыми отцами, составителями нашего богослужения из Евангелия от Луки. Это особая молитва, которую Дева Мария произнесла под действием Духа Святого. И случилось это так. После того, как Мария узнала от Архангела Гавриила о том, что ей предстоит родить Спасителя Мира, Господа Иисуса Христа, она пошла навестить свою родственницу, святую Елисавету, будущую мать пророка Иоанна Предтечи. Елисавета, как только увидела пришедшую к ней Деву Марию, радостно воскликнула «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего. И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне?» Слова святой Елисаветы были удивительными потому, что они были произнесены под действием Святого Духа. Елисавете никто не говорил, что Дева Мария должна родить Спасителя Мира. Ей это чудесно открыл сам Господь. Услышав такое трогательное приветствие, Пресвятая Богородица произнесла слова, которые и вошли в Евангелие, и которые мы теперь называем «Песню Богородицы». Итак, «Песнь Богородицы» – это молитва, которую произнесла Дева Мария в ответ на приветствие святой Елисаветы. Послушайте, какие удивительные слова произнесла Пресвятая Богородица. «Величит душа моя Господа, и возрадовался Дух мой о Боге Спасителе моем, что презрел Он на смирение рабы Своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил невеличие сильный и свято имя Его, и милость Его в роды родов к боящимся Его. Явил силу мышцы Своей, рассеял надменных помышлениями сердца их, низложил сильных с престолов и вознес смиренных. Алчущих исполнил благ, и богатящихся отпустил ни с чем. «Воспринял Израиля отрока своего, воспоминув милость, как говорил отцам нашим к Аврааму и семени его до века». Слова, которые произнесла Дева Мария, являются пророческими и говорят нам о том, что наступает Новый Завет, время, когда Царство Небесное будет открыто для людей. Песнь Пресвятой Богородицы – это благодарность Богу за то, что в мир приходит Спаситель, который исполнит то, что так ждали ветхозаветные праведники. Рай теперь становится доступным для людей. Итак, Песнь Богородицы – это благодарность Девы Марии Богу за то, что Он спасает мир. Дева Мария говорит в своей песне и о себе такими словами. «Презрел Он, то есть Бог, на смирение рабы Своей, ибо отныне будут облажать Меня все роды, то есть все люди». Эти слова пророческие. Дева Мария ни в коем случае не хвалится тем, что вот Ее будут восхвалять все люди. Нет, это Бог устами Пресвятой Богородицы говорит о том, что Матерь Божия будет великой заступницей для людей перед Богом, что все христиане очень часто будут обращаться в своих молитвах именно к Деве Марии. Вот что значат эти слова. Итак, Песнь Богородицы содержит пророчество о Божьей Матери, о том, что ей будут молиться все христиане. Песнь Богородицы в составе канона поется в наших храмах почти каждый день, за исключением больших праздников, когда исполняются другие песнопения в честь Божьей Матери. Поется Песнь Богородицы особым способом. По окончании восьмой песни канона из дьяконских врат иконостаса выходит священник с кадилом. Он кадит правую сторону иконостаса, а потом встает у иконы Божьей Матери рядом с царскими вратами и произносит «Богородицу и Матерь Света», то есть Бога, в песнях возвеличим. После этого хор начинает петь, а священник совершает кождение всего храма. Хор не просто поет все стихи песни подряд. Нет, стихи песни Богородицы чередуются с краткой и очень древней молитвой к Божьей Матери, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без искления Бога слова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Давайте посмотрим, как это происходит. Богородицу и Матерь Света в песнях возвеличим. Величит душа моя Господа, и возрадовался дух моя Божьей Стаси, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, в детесты неополучно ворошу, и славной молитву. Величит душа моя työна, и славнейшую без сравнения Серафим, в детесты неополучно в flavorsу моего слова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Вничитrar protegим с tableau, и славнейшую без сравнения Серафим, в детесты неополучно ворошу, сущую Богородицу Тя величаем. Вот такое замечательное песнопение, друзья, мы можем ежедневно слышать в наших храмах. На этом позвольте с вами попрощаться. Если у вас остались вопросы, обязательно присылайте их к нам на сайт. Его адрес www.radostemoya.ru До скорой встречи, друзья, и храни вас Бог! Редактор субтитров А.Семкин